приветствую всех мы начинаем наш очередной обзор сделок за неделю ну и вначале давайте посмотрим что из новостей и статистики было и мы ждем на этой неделе ближайшее время в общем-то нефтянка нефтянка растет и буквально на днях пробила максимум полутора летний в районе 64 65 долларов за баррель ну и пытается там закрепиться в общем то это конечно происходит на фоне того что опек договорилась по поводу продления сокращенной добычи нефти ну и в общем то ну других более мелких так сказать новостей в том числе по запасам нефти в нефтехранилищах сша которые резко снизились за последнюю неделю также из новостей но большие ожидания на ставку фрс то есть сегодня сегодня насколько я понимаю до 13 декабря вечером должны рассказать фрс по поводу ставки в общем то многие ожидают изменения но будет видно изменит ли они ставку в этом году еще разочек или уже займутся этим в следующем году ну вот это основные так сказать ожидания которые касаются нашей внутридневной торговли которые могут активно повлиять именно на торговлю форц и давайте посмотрим на как раз таки картиночку по нефти мы видим борьбу за уровень 65 на текущий момент на текущую минуту удерживают этот уровень ну и снизу мы видим также вот такой восходящий тренд который вполне может быть пробит случае с нефть пойдет снижаться и будет пробивать сначала уровень 61 ну и в принципе в одном же месте и тренд проходит уже он подтянулся значит по нефти картинка такая ну и конечно же мы активные продолжаем торговать на важных уровнях всегда подскакивает волатильность а это нам только на руку казалось бы да вроде нефть неплохо ходит вот недавно был уровень 61 сейчас 65 4 доллара это там процентов 7 но есть активы которые ходят куда сильнее и вот вам несколько картиночек я таких зарисовал значит криптовалюта которая в общем то поражает умы всех трейдеров которые торговали когда-либо на финансовых рынках потому что волатильность по ней просто сумасшедшая но вот к примеру наклонная по данному активу на слайдкоин была пробита на уровне 56 долларов и мы видим как буквально за один месяц до 320 данный актив дошел то есть это рост более чем в пять раз ну сами понимаете да нефть который ходит на 4 доллара за несколько дней или там даже за месяц и вот за месяц в пять раз в шесть раз может подражать так актив конечно же это очень интересно для торговли но и многие многие переключаются на криптовалюту ну или как минимум добавляют ее себе в watch лист и наблюдают за ней пока до присматриваться работают ли там наши формации как там и что можно торговать но мы видим что отлично все работает смотрите как шикарно здесь пробои какие проходят данном случае это у нас манера ну там очень много к разных криптовалют это вот варианты последних которые выстрелили во много раз за последний месяц если вы будете просматривать большое количество их ежедневно конечно же вы будете находить каждый день какие-то сигналы поэтому ваше пристальное внимание я обращаю на криптовалюты самая последняя тема ripple который растет сегодня более чем на 50 процентов но и уже пробивает свой максимум исторический и вполне может уйти вверх я думаю что первая цель где-нибудь в районе доллара то есть это еще плюс сто процентов к текущей цене но вот там видите как сверхзвуковые скорости по сравнению с российским рынком с рынком fords вот но с другой стороны рынок fords можно сказать имеет сверхзвуковые скорости по сравнению с американским рынком и с индексом и фьючерсом s&p в частности потому что s&p совсем имеет низкую волатильность исторически низкую за последнее вот время на последний момент а значит по криптам такая информация я буду включать их периодически в наши обзоры чтобы вы наблюдали вместе со мной как там происходят дела далее мы видим сделочки на ford за последнюю неделю торговлю меня велась достаточно так можно сказать аккуратно то есть были входы многие сделки закрывались в ноль но как говорится ноль не минус искал я свои денежки очень аккуратно так вот здесь мы видим выходу так вот из треугольничка вверх произошел первая попытка входа ну в ноль закрылась то есть там клиринг дневной на него оставаться не стала позицию прикрыл а потом когда прошел пробой наклонной позиция была вновь открыта и здесь уже закрывалась она с профитом то есть первая девочка 0 2 с профитом так очень очень осторожно потому что ну наш рынок принципе всем хорош волатильность на нем так сказать умеренная средняя по сравнению с другими рынками ну и на этом можно торговать конечно же пока ford все-таки номер один хотя криптовалюта прямо подбирается к нему знаете как tour de france когда велосипедист едет 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 первый номер и за ним уже буквально колесо в колесо 2 вот вот обгонят но пока еще не обогнал поэтому ford конечно же основной заработок дает и это это хорошо поэтому мы его анализируем в первую очередь и занимаемся и мы торгуем ежедневно так вот здесь на пробой наклонной вроде все было хорошо но нет не пошли не пошли и позиция здесь была закрыта перед сша перед сша но чтобы не как-то брать на себя дополнительные риски это был минус затем пошли все-таки вверх достигли хая и от него развернулись но здесь уже на развороте позиция была полностью закрыта в ноль то есть по совокупности даже небольшой минус но это нормальное явление то есть видите движухи не было все надо выходить из позиции они кстати там пошли серьезно вниз после этого далее мы видим еще одну сделочку в данном случае на фьючерс на доллар рубль здесь мы видим как максимум предыдущего дня был удержан открыт шорт затем выход в ноль здесь трейдер проспал вечерний клиринг можно было выйти перед ним даже небольшой плюсик вышел после него в небольшой минусик но далее задержавшись у монитора увидел намек на пробой тренда и позиция несмотря на то что была вечерка была открыта и дальше спустя уже несколько часов на закрытие всего календарного дня вечером позиция была закрыта также около нуля но ведь нет движений есть нет движения то наша задача не впасть в тильт и не наколбасить здесь сотню сделок наша задача спокойненько выходить в ноль может быть небольшой минус то есть принимать правила игры рынка то есть он боковике спокоен и мы спокойно да он начинает сильно ходить вверх вниз высокой волатильностью и мы начинаем на этом тоже совершать более агрессивные сделки так ну и вот такая сделочка была совсем буквально вот сегодня значит здесь на удержание уровня позиция была открыта тут же практически по стопу мин через 15 ну и со второй попытки уже был взят вот этот шорт и позиция была закрыта по цели но так часто бывает видите на последнюю неделю не только у меня да и у ребят сейчас вы сделочка видите достаточно много сделок и много стоп лоссов и но при этом все равно вытягиваем плюс все равно несмотря на то что конец года да и активность уже начинает падать трейдерская тем не менее пока еще можно здесь выжимать плюсик так вот кстати у меня тут в онлайн еще одна сделочка открыта буквально на отдельном монитор чеки ну давайте через небольшую паузу я вам ее покажу а пока посмотрим сделочки ребят из мастер-группы и участников нашего курса трейдинг на миллион который кстати сейчас у нас прям в онлайне идет текущее время значит сделки студентов в принципе радуют неплохо неплохо ребят торгует значит и мы видим у одного из студентов вот такие сделки после сильного движения дальше на продолжения после отскока позиции открывается закрывается по цели трейдер дальше не переживает что пошло в его сторону но уже без него потому что у него есть четкие правила и он дисциплинированных соблюдает открыл позицию закрыл по цели также как и в принципе дальше открыл позицию закрыл по цели и что будет дальше трейдеру просто все равно потому что он будет штамповать вот профит вот так вот по 30 35 центов на нефти по несколько раз за день и не ждать маны небесной чтобы за один раз заработать там несколько долларов дисциплина жесткая дисциплина залог успеха значит здесь мы видим дальше на удержание минимума тоже на нефти позиция открывается закрыт плюсик прям перед вечерним клирингом очень грамотно на клиринг трейдер не остался и видите как закрыл плюс а могло вынести по 100 плюс а вот дальше уже на вечерней сессии тоже трейдер уже осмелел после профита видите позицию открывал в принципе удачно очень удачно плюс 30 центов дополнительно но вечерняя сессия видите иногда радует я бы сказал в первые там минут 30-40 еще какие-то движения по инерции от основной сессии идут а потом уже в анабиоз упадает вечерка и в общем-то засыпает просто далее мы видим здесь точка входа у трейдера образовалась он зашел на хаях дня при удержании дальше разгрузился перед клирингом как он нам информативно заявляет а затем закрылся полностью плюс 500 пунктов от минимума попытка открытия ланга но здесь уже неудачно ну так сказать это нормальное явление плюс минус сальдо положительно то есть у классного трейдера всегда 50 на 50 может быть 55 на 50 на 45 вот пример такое соотношение это нормально то есть очень много стопов сопутствует карьеру любого трейдера то есть к этим стоп лоссом нужно привыкать сразу в данном случае вот как раз мы видим его стопик точка входа была неплохая на продолжение тенденции трейдера хотел сыграть но не получилось поэтому вышел по небольшому стопу на фьючерс на доллар рубль и в общем-то был таков до в дальнейшем не трейдер не я точку от нормальных не заметили далее мы видим сбербанк в общем-то сберу продолжает оставаться чуть ли не самым волатильным инструментом на форте текущий момент последние пару месяцев уже и с удовольствием ребята его торгуют здесь мы видим как осуществляются входы и затем каскадное закрытие вот в данном случае обращаю ваше внимание на каскадное закрытие очень качественно это позволяет увеличить ваш тейк что-то еще интересного здесь стоп лосс тоже удержание уровня похоже сделка кстати который мы видели пару слайд назад здесь на удержание уровня по фьючерс на доллар рубль позиция открывала здесь еще и наклонная пошла пробиваться казалось бы все шикарно да вот вот если вот так вот сделать увеличить но просто вот все все карты в руки трейдеру сейчас пойдет вверх и где-то здесь уже цель но не ответить и рынок иногда просто разворачивается резко и убивает нас по стоп лоссу без каких-то причин мы даже не узнаем что случилось поэтому не стоит на этом зацикливаться если вот так вот вас выбивает но это та же сделка просто другого трейдера на то не стоит переживать более того если вы торгуете системно я своим ребятам говорю так если у вас выбило то нужно находить здесь положительный момент а положительный момент здесь такой что если вы торгуете подчеркиваю системно вероятность того что в следующий системный вход у вас будет профит выше чем в общем то было вот сейчас когда вас убивал вот так вот так что в каждом негативе можно найти позитив здесь мы видим как трейдер по старшему масштабу ориентировался заход осуществил цель старшие масштабы нам в помощь на соседнем экране дальше несколько сделок от супер паша но здесь в принципе особо без комментариев продолжает рубить капусту наш павел просто забирают все деньги с нефти в данном случае там плюс 90 центов 50 центов в рублях вариационка все на месте здесь вообще был у него шикарный день более 120 тысяч рублей за один день всего лишь всего лишь за один день научившись тренировавшись потратив там полгода жизни все начинает рубить трейдер вот такие профиты здесь ну в общем так же да смотрите какая позиция открывается на продолжение дальше весь день он ее закрывает не не все сразу вот здесь вот плюс там 300 пунктов 300 500 600 800 1000 просто все все выжимает из движения если оно присутствует на рынке здесь вот такие два дня представлены значит пробой наклонный слева вверх и здесь пробой наклонный справа получается вниз наклонный просто визуально дорисуйте пожалуйста таким образом так ну и это сегодняшний день вот буквально несколько полчаса назад прислал такую сделочку сегодня по нефти сначала вверх и затем переворот и забирает те же 30 центов уже вниз 60 центов за день ну и общий профит в районе 40 тысяч рублей шикарно по моему просто шикарно паша цель 25 процентов в месяц капитал и вот он этот план выполняет уже достаточно длительный период так значит пара сделок от ребят которые также торгуют криптовалюту по нашей торговой системе по тем же формациям мы видим достаточно это тоже удачно получается и в начале мы нашего обзора это видели и здесь на данных слайдах по лайткоину пробой наклонный выход по трейлинг стопу то есть есть биржи которые позволяют в общем то выставлять большое количество различных заявок в том числе трейлинг стопы которые позволяют максимум выжать из движения вот здесь еще вариантик сильно очень движутся трейдер провел линеечку 183 процента изменения цены и где то вот он здесь входил по 200 да и буквально через сутки закрылся по 300 плюс 50 процентов по сделке ну вот казалось бы да то есть криптовалюта на текущий момент это то где можно сделать из 100 долларов какой-то капитал ну не скажу из 100 долларов 100 тысяч долларов но скажем так несколько тысяч раскрутить такую небольшую сумму можно потому что здесь рынок очень очень сильный очень резкий и действительно вот за сутки может увеличить цену на 50 процентов даже иногда скажем так опытным трейдером можно где-то и плечо подключить крипто мир дает примерно 3 до 3 но естественно не забывать о рисках некоторые вот видите у нас торгуют выискивают сделки с минимальным риском и с максимальным потенциалом профита который может быть и забирают раскачивая потихонечку свой капитал еще сделочка ну и еще одна вот такая тоже здесь шикарным образом было все сделано а вот если бы каскад ну было бы вообще там пять с плюсом да так можно поставить пять с минусом трейдеру ну хотя достаточно профит хороший взял супер так что ребята торгуют не отстают от современного мира ну и вас я также вам предлагаю не отставать идти в ногу со временем и в общем то для этого мы с коллегами сделали вот такой новый проект black chain капитал компания и в общем то ресурсы которые вам помогут быть всегда в курсе криптовалютного мира это наш новый проект присоединяйтесь будьте первыми как говорится кто узнает на чем можно заработать сегодня завтра ну и в следующем году конечно же есть группа вконтакте к вашим услугам телеграмм канал twitter и youtube на котором вскоре появится много интересных различных видео так что присоединяйтесь и будьте в курсе современных тенденций что ж на этом я с вами прощаюсь с вами был стукалин Денис до следующей недели всем большое спасибо за внимание ну и ожидаем жаркого окончания года как по фарцу так и по криптовалютам всем пока